Натиск заядлых футболистов, воспитанников Таганрогской спортивной секции, украинские школьники выдерживают достойно. Силы, конечно, не равны, но, несмотря на гораздо лучшую подготовку, отыграться всё же удаётся. В сборной Новороссии мальчишки практически из всех городов Юго-Востока. Многие в Ростовской области одни, без взрослых. Родители переправили их сюда, а сами вернулись обратно в Украину. Товарищеский матч для этих обитателей лагеря беженцев – возможность хоть на какое-то время отвлечься от совсем не детских проблем. Турнир на Кубок боевого братства проходит каждый год. На этот раз организаторы отступили от традиции приглашать в соперники таганрогским мальчишкам ребят из других городов страны. Дети должны знать – борьба может разворачиваться только на футбольном поле. Капитана детской команды Новороссии Руслана проигрыш, кажется, ничуть не расстроил. Пропущенные голы, объясняет он, результат недостаточной подготовки. Руслан уверен – у дворовой элиты есть все шансы со временем показать более профессиональную игру. Вчера там немножко потренировались и все. Они нас обыграли, но все равно мы защищали честь. Мы проиграли, но со счетом 5-2. Организаторы, напротив, уверены, проигравших в этом турнире нет. На почве общего спортивного интереса школьники смогли подружиться. А это самое главное. Я считаю, что праздник получился, дети довольны. Но это самое главное, ради этого это и делается. Капитанов команд и лучших игроков наградили кубками. А чтобы приблизить мечту ребят о большом футбольном будущем, в подарок сборным достались мячи с нынешнего чемпионата в Рио. Анна Ларченко, Андрей Коробко. Главные новости.